Добрый всем день, если он, конечно, добрый. Сегодня 30 января 2023 года. Харьков, я продолжала свой видеодневник. И у нас была страшная ночка. Спасибо всем тем, кто с утра написал мне. Татьяна, как вы? Что происходит? Слова поддержки? Было очень много вопросов. Всё в порядке или с нами? С нами всё в порядке, со мной, с детьми, с нашей семьёй. Всё хорошо. Спасибо большое. Часов в 10, в 11 ночи мы уже легли спать. Прозвучала воздушная тревога. И потом прилёт. Прилёт. Это было очень характерно слышно. Я знаю, где это прилетело. По дому в центре города. Слава богу, не по-моему. Хотя. Вот думала рассказывать, не рассказывать. Но я расскажу. Я думаю, таким тоже надо делиться. Я с вами всегда делюсь. Всем хорошим. Но если это видеодневник, надо быть максимально, наверное, честной и правдивой. Помимо слов поддержки в комментариях и на личную почту, мне ещё пришли такие письма, что так мне и надо. Это ещё вообще... Вот я проснулась и с этим столкнулась, что человек писал. Я очень надеюсь, что это прилетело по твоему дому и тебя уже нет вместе с детьми в живых. И якобы это месть глаз за глаз за больницу. Мне. Понятно? Я не знаю, что руководствует этими людьми. Я ещё допускаю такой момент, что, конечно, писать это может кто угодно. Но. Но. И когда в жизни никому не желало зла, и как сейчас это оборачивается, когда действительно прилёты вот в жилой дом, и мне в Харьков, и люди как только узнают, есть такие, которые радуются, радуются чужому горю. Я не знаю, ещё и некоторые надеются, что это наконец-то по мне. Я не знаю вообще, что сказать. Ладно. Бог всем судья. Я всё равно считаю, что в любой ситуации, в такой страшной, надо оставаться людьми. Несмотря ни на что. Потому что война закончится. А мы все останемся, и какими мы останемся, зависит только от нас самих. Вчера было так всё с этой темой. Сейчас у нас есть свет, отопление, вода, слава богу, всё есть. У Норы онлайн урок. Сейчас я с вами быстро поговорю, и у меня ещё кое-какие на сегодня планы и дела. Вчера были вопросы, очень много было вопросов по поводу, когда я сказала за аренду контейнера. Все начали писать, это за год. Нет, ребят, ну вы что, ну как это может быть за год? Это, конечно же, за месяц. И причём эта оплата, она не поднималась по цене. Вот она такая была и год назад. Такая же оплата. Мы точно так же платили. И это платят все, у кого есть контейнера. В определённый период мы не платили, а сейчас, вот уже несколько месяцев, мы платим вновь за контейнера. И за квартиры нам приходят счета. Точно же так. Город живёт, город продолжает функционировать, несмотря ни на что. Приходят коммунальные счета за свет, за газ, за отопление, за воду, за вывоз мусора, за... За что там ещё? В общем, за всё, что нужно, за всё приходят. И кому интересно, вот если за контейнера 2 600 в месяц я плачу гривен, то за коммунальные службы приходит где-то в зимний период 4 000 гривен за одну квартиру и 4 000 гривен за другую квартиру. Вот такие вот цены. И, конечно же, всё равно платить надо. Уже мы это обсуждали, я считаю, что если коммунальные службы работают, они предоставляют нам свет, у нас, в принципе, есть всё. И они для этого стараются. То, конечно же, мы должны по этим счетам платить, чтобы люди могли своевременно получить свою зарплату, потому что им тоже нужно жить и кормить свои семьи. Вопрос уже десятый, возможно, это должно осуществляться из госбюджета. Но органы власти решили, что нет. Это ляжет на плечи обычных граждан. Ну, не хочу вообще на эту тему говорить. Так, конечно же, продукты питания точно так же. Не знаю, я думала, что это всем известные вещи. Просто вчера в комментариях я увидела, что очень многих начала это интересовать. Продукты питания точно же так дорожают. Всё дорожает. И многие даже заметили, что бывает на продукты питания у нас цена дороже, чем в других крупных городах и странах. И людей возникает вопрос, как? А у нас дешевле? Ну, вы не забывайте, что мы прифронтовой город. У нас идёт сейчас война. Идут боевые действия рядом, недалеко от города. И понятно, что продукты питания в таких условиях будут по цене гораздо дороже, чем в мирных городах и странах. Поэтому это такая, в принципе, ситуация объяснимая и понятная. И вообще, слава богу, что продукты питания есть, и на том спасибо. Я благодарна даже тому, что вообще у нас есть, что, в принципе, вы видите. В магазин приходишь, всё есть. Всё упирается только в деньги, а так никто не голодает, слава богу. Ну, я имею в виду, что недостатка продуктов, в принципе, нет. Главное, чтобы были средства их купить. Ну, о таких вещах, как там, допустим, какая-то одежда, ну, об этом я даже не говорю. Я так особо вообще ничего не покупаю. Только самое необходимое, что-то детям. Так, в принципе, основные расходы – это коммуналка, аренда. Коммуналка, контейнера и продукты питания. Лекарства. Лекарства ещё забыла. Тоже пунктик, потому что время от времени то болеем, то от аллергии, то-то-то всё. Но какие-то, естественно, на лекарства – это тоже статья расходов сейчас. Сегодня ещё, думаю, выйдет второй ролик. Вообще, я вам хотела в этом видео сказать совершенно другое. Не то, что вы услышали. У меня вчера были планы на это видео, что оно будет немножко с другой темой. И, к сожалению, так не случилось из-за ночных событий. У меня как-то ещё то, что я утром увидела. Вообще, спасибо большое всем тем, кто нас поддерживает. Вы не представляете, насколько это важно для меня, для нас. Такая просто колоссальная поддержка. И она в любом случае перекрывает весь тот негатив, который иногда просачивается. Я просто его блокирую. И всё. Всем не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я забываю об этом сказать. Мне самой не нравится это всё время напоминать. Пожалуйста, если не трудно, это поможет продвижению моего канала. Подпишитесь, кто ещё не подписался. Тоже буду благодарна. Есть возможность просмотреть через VPN. Тоже буду благодарна, потому что тогда хоть какие-то деньги с монетизацией мне пойдут. Всем хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. Берегите себя. Мирного неба всем обязательно. И помните, что всё равно все войны заканчиваются в результате мира.